Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня эксперт Всемирной организации здравоохранения и специалист по вакцинам Игорь Красильников. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Задавайте вопросы нашему гостю. Да, и вначале хотели бы спросить вас о том, есть ли вторая волна коронавируса, учитывая, что разные мнения сейчас высказываются, в том числе и Всемирной организации здравоохранения. Там было заявлено, что второй волны нет. Кто-то говорит, что она есть. Что думаете вы и что вы скажете по этому поводу? По поводу второй волны я могу сказать следующее, что она есть и это видно по тем цифрам, которые ежегодно поступают от различных организаций. Другое дело, чем вызвана эта вторая волна. Дело в том, что доказано, что коронавирус может достаточно долго персерстировать, то есть находиться в организме человека, причем называют разные цифры вплоть до двух месяцев. И поэтому вторая волна может быть вызвана еще и тем, что те люди, которые не прошли контроль на вирус в первый раз, а, в общем-то, диагностика была раньше поставлена не так хорошо, как сейчас, они просто имеют вирус непосредственно, так сказать, у себя в предках, причем это предки именно системы, где вирус может возгружаться. И по мере более углубленной диагностики мы видим, что, в общем-то, люди имеют вирус. Но когда он проник у них, к ним в организм, то есть это может быть, как я говорю, и два месяца назад. Поэтому достаточно сложно все-таки говорить непосредственно вот о диагностике и о второй волне, именно потому, что многие люди могли иметь, так сказать, контакт с вирусом, во-первых, так сказать, болеть бессимптомно, а во-вторых, только сейчас достаточно стало диагностику, в которой и выявляют больше людей, которые заболели коронавирусом. Поэтому получилась как бы вторая волна. Можно ли говорить о том, что вирус все больше и больше адаптируется в мире? По крайней мере, смертность становится меньше, судя по, еще раз я говорю, тем данным, которые мы имеем из различных стран. Соответственно, это говорит о том, что все-таки идет адаптация вируса к человечеству нормальному. Можно ли говорить о том, что врачи за это время научились лечить COVID-19, разработали новые протоколы или именно с адаптацией связано снижение смертности или все-таки с нашими знаниями об этом? Ну, конечно. То есть я думаю, что в каждой стране накоплены знания, и для этого существует Всемирная организация здравоохранения, которое эти знания обобщает. И за это время действительно, например, отказались от индукторов интерферона, которые приводили как раз иногда к осложнению заполивания. Стали более аккуратно относиться к различным антибиотикам. Все это, мне кажется, привело к тому, что стало больше людей, которые выздоравливают непосредственно от коронавируса. И если учесть еще, что идет адаптация вируса к человеческому организму, получается, что мы научились все-таки бороться с ним и меньше допускать смертельных случаев. Опять же, понимаете, нужно смотреть статистику, допустим, несколько лет тому назад. Каждую осень приходили респираторные инфекции, острые респираторные инфекции. Мы сейчас не можем сказать, какие конкретно, но вполне возможно, что, исходя из того, что коронавирусами люди болели и раньше, мы можем иметь просто картину, которая накладывается одна на другую. То есть те коронавирусы, которые были известны и которыми люди болели, и тот новый коронавирус, который появился сейчас. Но то, что этот вирус всесезонный, это можно говорить сейчас уже с полной уверенностью или все-таки нет? Нет, я бы не сказал. Можно еще подождать, наверное, полгода. После этого можно сказать, что он действительно сезонный. Ну, похоже, что это вирус всесезонный, потому что мы видим весна и осень. То есть сезонный все же, вы считаете? Это состояние просто действительно, так сказать, более ослабленное состояние организма людей, когда они подвержены именно заражению коронавирусами. Но если коронавирус приходит не один в организм, а, например, с гриппом, вот есть ли уже исследования по тому, когда в человеке находятся два вируса, и как это на нем отражается? То есть насколько это является большой проблемой сегодня? Дело в том, что действительно может так получиться, что эпидемия гриппа и эпидемия нового коронавируса, они по времени совпадают. Более того, каждый из этих вирусов проникает в организм человека в основном через слизистые, то есть это нос и глотка. Поэтому для того, чтобы все-таки меньше было вероятности заражения и болезнь или гриппом, или коронавирусом протекала более без осложнений, точнее, конечно, в общем-то необходимо просто сейчас учитывать, что грипп будет, эпидемия гриппа будет, и прививаться от гриппа для того, чтобы, в общем-то, после заболевания коронавирусом ослабленный организм не воспринимал грипп, а был защищен именно с помощью вакцины. Ну вот сейчас в Латвии дефицит вакцины от гриппа, то есть привиться уже нельзя, когда будут вакцины, неизвестно. Я так понимаю, что во многих странах уже эта проблема, дефицит вакцины от гриппа в связи как раз с пандемией COVID-19, потому что люди стали активно прививаться от этого заболевания. Ну, Всемирная организация здравоохранения сейчас рекомендует всем прививаться от гриппа, и это правильно. А если вакцин нет, кстати, вот насколько это проработанная история, когда начинается пандемия одного заболевания, люди начинают активно прививаться, вот как в данном случае, от гриппа, и, соответственно, дефицит возникает, потому что при всем желании в Латвии уже привиться от гриппа нельзя, те, кто не успел, это сделать не могут. Говорят, что до декабря точно нельзя. Значит, защитные антитела возникают через 2-3 недели, и поэтому даже если сейчас прививаться от гриппа, то защита будет буквально через, как я сказал, 2-3 недели, пока эпидемия гриппа не наблюдается. Нет, у нас просто физически нет вакцин уже, они кончились. То есть это проблема? Я не думаю, что это большая проблема, сейчас нарабатываются вакцины во многих странах. Ну вот конкретно в этот промежуток времени, вот сейчас в Латвии, купить вакцину нельзя, привиться нельзя, то есть ничего нельзя с этим делать, потому что их просто нет. То есть в России нет этой проблемы, да? Это приведет к тому, что действительно, в общем-то, может быть наложение одной инфекции на другую, и болезнь будет протекать намного сложнее. У нас есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы эксперт Всемирной организации здравоохранения. Кто финансирует вашу работу? И какая роль Билла Гейтса в финансировании Всемирной организации? И что он с этого имеет? Спасибо. Спасибо. Спасибо, но это вот классическая история про Билла Гейтса. Дело в том, что нужно, наверное, разделять непосредственно работу Всемирной организации здравоохранения и работу экспертов. Эксперты работают бесплатно. Давайте начнем с этого. Есть эксперты, которые включены в комиссии Всемирной организации здравоохранения. Они могут получать определенные какие-то суммы тогда, когда они участвуют в совещаниях экспертных групп. Но в основном Всемирная организация здравоохранения поддерживает саму себя на те деньги, которые выделяются, и на те программы, которые направлены именно на улучшение состояния. Например, на то, чтобы больше людей вакцинировалось с той-либо другой вакциной. Или доставка вакцин в те центры, где наблюдается, допустим, эпидемия. Много функций Всемирной организации здравоохранения, но это не связано никак с Биллом Гейтсом. Дело в том, что у него есть свой фонд, из которого он финансирует различные научные разработки. Но, опять же, это не производство вакцины. Поэтому я не связывал бы Всемирную организацию здравоохранения с фондом Билла Гейтса. Каждая страна, которая входит во Всемирную организацию здравоохранения, делает свой взнос. И этот взнос как раз и направляется на то, чтобы создать как можно более благоприятную обстановку в разных странах для жизни людей. Да, наш звукорежиссер предлагает нам попросить вас сесть чуть поближе к микрофону, для того, чтобы мы еще лучше вас слышали. Но сейчас мы слышим вас все-таки неплохо. Да, если можно. Да, вот так, отлично. Продолжая, наверное, реприку нашего радиослушателя. Опять же, эти теории заговоров. И многие говорят о том, что угроза коронавируса преувеличена, что нынешняя реакция на COVID-19 – это такая инфодемия, скорее, нежели чем что-то серьезное. И, в частности, кто-то говорит, что от других болезней умирают не меньше и так далее. Вот, чтобы вы на это ответили, наверняка вам также приходится сталкиваться с такими комментариями и репликами. Я уже говорил, что, в общем-то, коронавирусы не новые, и люди болели в той либо иной степени различными штаммами коронавирусов ежегодно. Другое дело, что, действительно, обстановка достаточно нервная почему-то именно вокруг пандемии SARS-CoV-2 или COVID-19, да, пандемии COVID-19, которая вызвана вирусом SARS-CoV-2. Я думаю, что это, конечно же, не способствует тому, чтобы эпидемия быстрее завершилась. Если мы посчитаем, как я уже говорил, смертельные случаи от различных респираторных заболеваний несколько лет тому назад, то разница навряд ли будет велика по сравнению с этим годом. И мне кажется, здесь нужны очень взвешенные меры. Они связаны именно с тем, что нужно вводить карантин, но карантин нужно вводить достаточно умеренно. Первое. И второе. Понимать, что это вирус, с которым человечество столкнулось впервые, и поэтому должен возникнуть коллективный иммунитет. Вот на это меры и должны быть направлены. А изоляция тотальная, она вряд ли. К тому только, в общем-то, увеличится время, когда коронавирус будет перетестировать вот среди людей. Но по поводу иммунитета, ведь также информация разная сегодня поступает. Кто-то говорит о повторном заражении коронавирусом, что и такие случаи есть. Какие есть данные у вас сейчас об этом, об иммунитете? Ну, по поводу повторных случаев, неоднозначная информация, потому что, как правило, в общем-то, все эти случаи не позволяют абсолютно точно определить, был ли человек заражен до того. Как я говорю, все-таки диагностика начала применяться после того, как многие уже заболели COVID-19. Это первое. Второе. Давайте не забывать о том, что вирус достаточно длительное время может находиться в организме одного человека. И поэтому тот период, в течение которого определяли, допустим, коронавирус первый раз или второй раз, нужно смотреть. Вирус внутри клеточно может достаточно долго сохраниться. Каждый случай повторного заражения требует очень тщательной проработки и очень тщательного определения именно тех данных, с помощью которых обнаруживается. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, потом вернемся и продолжим. Игорь Красильников, эксперт ВОЗ, специалист по вакцинам. У нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев с нами на прямой связи. Сегодня специалист по вакцинам, эксперт Семирной организации здравоохранения Игорь Красильников. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, пишите в WhatsApp 230-6191. Тем, кто звонит к нам из-за рубежа, напомню, что код Латвии плюс 371. И продолжая о вирусе, почему так трудно создать лекарства от коронавируса? Как мы понимаем, все-таки эффективного лекарства все еще нет в мире. Эффективного лекарства, в общем-то, нет против вирусов, инфекции. Будем так говорить. То есть существуют ингибиторы, которые подавляют размножение вируса. И они были использованы для SARS-CoV-2, нового коронавируса. Но окончательно их эффективность не доказана. Поэтому в данном случае... Я вот недавно прочитал очень интересную статью, что многие, так сказать, рассматривали случаи заболевания коронавирусом. И было показано, что даже интерфероны, даже какие-то противовирусные препараты, к сожалению, их использование не доказано. И поэтому считается, что действительно, в общем-то, к сожалению, против данного вируса эффективного лекарства пока еще не изобретено. Что касается осложнений, потому что, как говорят, в основном коронавирус опасен для людей, у которых есть хронические заболевания или которые находятся в определенной возрастной группе, но есть и исключения. Например, в Латвии умерла женщина без хронических заболеваний, и было 34 года. То есть, с чем это связано? Можно ли просчитать, скажем так, возможность осложнений летальных исходов у людей, которые не входят в группу риск? К сожалению, я думаю, что это сложно сделать, потому что я думаю, что в основном нужно смотреть какие-то характеристики иммунной системы человека. Говорят, что там группа крови определенная зависит от того, насколько человек будет тяжело болеть. То есть много различных показателей, которые пытаются привязать к прогнозированию, как будет развиваться инфекция. Но, в общем, всё-таки это пока относительные данные. Например, соотношение клеток иммунной памяти у человека. Это всё пока не доказано. Инфекция действительно достаточно новая, хотя уже прошло полгода. Очень много материала, но этот материал всё-таки ещё не позволяет позволяя сделать какие-то окончательные выводы. Ещё у нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Я смотрел интервью с одним из российских специалистов, тоже на тему коронавируса. И она говорила, что большинство осложнений, которые происходят, происходят у людей, у которых есть проблемы с густотой крови. Что это как раз больные с сахарным диабетом, пожилые люди, у которых там слишком густая кровь. И первое осложнение – это тромбы, которые возникают в лёгких, и не только в лёгких. И одно из методик лечения и профилактика именно осложнений – это кроворазжижающие препараты. Есть ли исследование УВОЗ на эту тему и какое их мнение? Спасибо. Да, спасибо. Нет, это обязательно сейчас вводится в протокол лечения больных от ковид. Это действительно так. И это используют все врачи. Но мы же говорим о вирусе, то, что есть протокол уже, так сказать, лечения больных ковид-19. В этот протокол обязательно входит препараты, которые… антитромбовые препараты, которые препятствуют образованию тромбов. Ну что, я напомню, что вы также можете нам звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну, кто-то надеялся, что как только появится вакцина от коронавируса, то сразу победа над вирусом будет одержана. Но вот сейчас вакцина появилась, она не прошла ещё третью стадию испытаний в России, но, по крайней мере, кто-то уже прививается этой вакциной, в том числе и известные люди. Насколько она эффективна, как считаете? Ну, сейчас появилось несколько вакцин. Нельзя сказать, что это одна вакцина. И очень важно, что это вакцины, которые сделаны по разной технологии. Например, из инактивированного вируса. Векторные вакцины, которые, так сказать, были зарегистрированы первые в России. И об эффективности этих вакцин я бы всё-таки начал говорить немножко позже, когда пройдёт третья стадия. Почему? Потому что действительно существуют две проблемы, когда человек болеет коронавирусом, и они могут действительно отразиться и при вакцинации. То есть это цитокиновый шторм, чтобы вакцина не вызывала его. И это так называемое антительно-зависимое усиление инфекции. Вот об этих двух проблемах и Всемирная организация здравоохранения, и те, кто занимаются вакцинами, они осведомлены и пытаются сделать безвредную вакцину. Будем надеяться, что такая вакцина всё-таки появится в ближайшее время. Не могли бы вы для наших радиослушателей расшифровать, что это значит? То есть то, что вы сейчас сказали, потому что не у всех есть медицинское образование, чтобы было понятно вот эти осложнения и последствия. Ну, значит, те вакцины, которые сейчас используются, вот вообще откуда начались вакцины, да? То есть если мы возьмём времена ещё Пастера, значит, прежде всего брали инфекционный агент, то есть, например, вирус или бактерию. Затем каким-то образом инктивировали, то есть убивали их, да? Например, с помощью формалина, как сейчас делаются вакцины против вирусов. И уже убитые агенты инфекционные вводили в организм. На них иммунная система нарабатывала антитела, и эти антитела способны нейтрализовать любой живой вирус, который попадает в организм. То есть мы вакцинации имитируем как бы инфекцию, но только без вирулентности, то есть без возможности размножаться в организме вирусу или бактерии. Вот такие вакцины сейчас тоже появились, как я сказал, они испытываются. А второй вариант — это тогда, когда мы в какой-то безвредный для человека вирус вводим белки коронавируса, вот SARS-CoV-2, и когда этот безвредный вирус попадает в организм, то на эти белки также нарабатываются антитела, которые способны нейтрализовать сам коронавирус. Вот два принципа сейчас, так сказать, вакцин, которые используются. Но существует несколько платформ для производства вакцин, и я думаю, что такие вакцины появятся в течение полгода, тоже, так сказать, в клинических испытаниях. Это когда просто используются только белки, а не сам вирус. Вот ещё одна платформа, которая развивается сейчас. Сложно, в общем-то, конечно, рассказать те проблемы вакцинопрофилактики, которые существуют в мире для обычного человека, но, может быть, кому-то я помог это сделать. Что касается цитокинового шторма, о котором вы говорили, это реакция, которая может привести к летальному исходу, как я понимаю, и с ней нужно ещё что-то сделать. И этого опасаются разработчики вакцин? Да, конечно. То есть что это же реакция, если так в двух словах? То есть как она работает? Нет, это просто то, что должно, в общем-то, быть изучено, когда мы используем вакцины. То есть это огромное количество различных цитокиновых шторм. Цитокины – это вещества, с помощью которых между собой обмениваются клетки иммунной системы. И поэтому те, кто разрабатывает вакцины, они как раз эту проблему тоже должны обязательно исследовать. А именно, на введение вакцины не образуется ли огромное количество различных цитокинов в организме или нет. Пока те испытания, которые были с вакцинами «Спутник Ви» и вакцинами, которые, так сказать, AstraZeneca, вакцины, которые AstraZeneca разработала, пока таких наблюдений не было. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. Игорь Красильников, эксперт ВОЗ, специалист по вакцинам. У нас на прямой связи. Звоните, задавайте свои вопросы. Что касается масочного режима, потому что в Латвии он введен в публичных местах, в том числе и в общественном транспорте, обязательно ношение масок. Вот насколько это эффективно? Потому что раньше приходилось слышать, в период, когда пандемия только начиналась, что маски не защищают, или, по крайней мере, не дают гарантии того, что вы не заболеете. Вот сегодня изменилось отношение к маскам? Или это действительно, в общем-то, не является не то, что панацеей, а, в общем-то, эффективным средством защиты издержанных? Ну, вообще маски еще при гриппе, особенно в странах с высокой плотностью населения, показали, что они эффективны. То есть, если человек уже заболел вирусом, он выделяет вирус гриппа и ходит в маски, то, по крайней мере, вероятность, что он заразит окружающих, намного меньше. Она составляет, если я не ошибаюсь, где-то около 10% по сравнению с тем, если бы он, так сказать, был без маски. То же самое наблюдается и при любой вирусной инфекции. А COVID-19 – это респираторная инфекция. Поэтому маски эффективны. Ну, а использование масок… Прежде всего они защищают больных, точнее, здоровых от больных. Использование маски повторно. Ну, например, когда люди в силу какого-то финансового положения не могут себе позволить ежедневно менять маску, и они неделю, скажем, носят одну и ту же маску в общественном транспорте. Можно ли считать это благоприятной средой для развития вирусов и бактерий? Нет, это не очень хорошо, во-первых. А во-вторых, всё-таки маски защищают от капель слюны. Вот когда человек разговаривает и так далее, капли слюны, они достаточно, так сказать, по размерам большие по сравнению с вирусом, и маска даже от них тоже защищает. Конечно, в общем-то, лучше использовать одноразовые маски, которые менять в течение 3-4 часов. Для каждой маски есть, в общем-то, своя инструкция. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Но без маски носить, но без маски находиться, в общем-то, среди заболевших намного хуже, чем в любой маске. Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Так, радиослушатель на линии у нас или не на линии? Да, мы вас слушаем. Добрый день. Да, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Алло? Да, мы вас слушаем. Татьяна. Татьяна, есть ли возможность распространения вируса по вентиляции? Весной говорили, что были такие случаи в больницах. Да, спасибо. Говорили о многих путях распространения вирусов, но сейчас, в общем-то, всё-таки остановились на непосредственно, так сказать, воздушно-капельный и контактный путь. Вентиляция не доказана. Что касается дистанции в 2 метра, насколько она эффективна? В Латвии именно это расстояние считают наиболее эффективным для того, чтобы не заразить друг друга. В разных странах там по-разному, кто-то полтора метра, кто-то больше даже. Есть ли какие-то расчёты? Ну, эта дистанция достаточная для того, чтобы при разговоре вы, так сказать, не принимали, грубо говоря, если человек болеет, большую дозу вируса. Поэтому эта нормальная дистанция, она вполне обоснована. От того, сколько вируса попадёт в человека и вызовет заражение, насколько это важный фактор, и как это можно посчитать? Прочитать можно ли это понять, сколько вируса человек получил? Дозу. Да, дозу. Дозу никто не сможет рассчитать, потому что в зависимости от того, в какой период болезни находится человек, он выделяет разное количество вирусных частиц. поэтому можно сказать только одно, что действительно, если мы возьмём контакты здорового человека, и он контактировал с несколькими людьми, уже заболевшими вирусом, но получил небольшую дозу, у него возникает естественный иммунный ответ. Ну, а доза полученного вируса, она, соответственно, влияет на тяжесть заболевания? Очень, очень влияет, и поэтому важно как раз носить маски. Звонок ещё у нас, здравствуйте. Да, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Интересует меня, может, немножко не по теме, например, вирус гриппа, да, я вот не понимаю, как это, если, например, летом пропадает грипп, да, откуда он берётся, опять этот вирус, если все здоровые люди, откуда он появляется, где он летом, где он сидит, в норе какой-нибудь? Спасибо. Да, спасибо вам. Значит, дело в том, что вы не забывайте, что у нас есть северное и южное полушария. Когда летом на северном полушарии, то зима в южном полушарии. И вирус гриппа, он как раз, как большие качели, мигрирует из одного полушария в другое, в зависимости от погоды. Во-вторых, вирус гриппа, он существует, но дело в том, что для того, чтобы им заразиться, нужны определённые условия. И вот как раз весна и осень – это те условия, когда вирус гриппа выживает непосредственно в окружении, в нашем окружении, ну, грубо говоря, может передаваться воздушно-капельным путём. И ещё о гриппе можно сказать следующее, что это вирус, который поражает три больших популяции на Земле. Это птица, вот куриный, помните, был вирус гриппа? Это свиньи, популяция которой тоже болеет гриппом, и люди. И поэтому вирус гриппа всегда находится в природе, причём в большом количестве, и его мутации связаны именно с тем, что… его изменения связаны именно с тем, что он может… у него, ну, как бы сказать, фрагментированный геном, и поэтому он легко мутирует. Ещё звонок у нас? Ещё звонок у нас, да, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, Олег. Вопрос такой, вот по COVID-19 человек, если переболел, иммунитет на какое время у него вообще зарабатывается? Да, ну, отвечал наш гость на вопрос по поводу иммунитета, но, может быть, для нашего радиослушателя вы… Поясните. Да. В настоящее время показано, что, по крайней мере, где-то около 4-5 месяцев после болезни существует тот титр антител, который способен защитить от инфекции. Но сейчас есть другие данные, что, в общем-то, есть несколько штаммов уже различных вируса COVID-2, и поэтому здесь важно именно то, чтобы, ну, не было столкновений с теми штаммами, против которых вас иммунитет не защитится. Пока, так сказать, пока можно сказать, что 4-6 месяцев человек может не волноваться по поводу того, что у него сохраняется иммунитет. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Александр. Да, Александр, слушаем вас. Здравствуйте. Вот у меня вопрос по поводу масок опять. Ваша ведущая, Костя, задала, в принципе, правильный вопрос, что если люди повторно используют маски. В нашем случае, как и в Латвии, 99% именно так маски используют. Я считаю, что такое использование через день-два-три маска из средств защиты превращается просто в бактериологическую бомбу. То есть, как минимум, она вредит самому, носящему. А как в худшем случае, эта бактериологическая бомба является источником заражения для других. По уму, если я противник масок, вообще кислород закрывает и всё. Если бы у нас было сделано так, что перед посещением автобуса вы достаете стерильную маску, а после её выкидываете и в центрах было бы это обеспечено, то я бы ещё, возможно, согласился в их правильности использования. Но так как используют 99% населения в Латвии, это стопроцентный вред. Да, спасибо вам. Согласны с этой точкой зрения? Я думаю, что здесь очень важно понять, как используют маски. Потому что действительно, если маски стирают каждые два-три дня, дело в том, что для каждой маски, как я говорил, есть инструкция. Если её не придерживаться, конечно, в общем-то, на маске может оседать и большое количество бактерий, которые отнюдь не очень хорошо влияют. Но без маски, конечно, случаев заражения будет больше. Что касается ковид-диссидентов, таких людей много, и в Латвии они есть, безусловно. Вот на ваш взгляд, чем это можно объяснить? И как эти люди влияют на ситуацию с пандемией? И влияют ли они на неё? Давайте тогда уточним ковид-диссиденты, те, кто не верит в вирус, или ковид-диссиденты, те, которые очень боятся. Потому что здесь могут быть диссиденты, как говорится, те и другие. Отрицающие, скорее, коронавирус, те, кто не соблюдают те ограничения и считают их неверными. Да, и даже показательно это делают, например, не ходят в маске и игнорируют. Ну, это должно быть, в общем-то, на их совести. Потому что, в общем, существует такая наука, как эпидемиология. Существуют прописанные правила, как нужно себя вести во время эпидемии, тем более пандемии. И человек должен сделать выбор. Могу сказать только одно, что они сами себя подвергают, в общем-то, более высокому риску. Но почему они должны навязывать своё мнение окружающим, я считаю, это абсолютно неправильно. Ну что ж, спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Игорь Красильников был с нами на прямой связи, эксперт ВОЗ и специалист по вакцинам. Спасибо вам. Вам тоже. Спасибо и дай Бог здоровья. Всего доброго. Спасибо.